Учебный центр В бухгалтерском учете я проработала более 20 лет, в должности главного бухгалтера 8 лет, но уже 15 лет последних, то есть я работаю, конечно, в педагогике. В основном это высшее образование дневное, заочное, дистанционное. У меня специалист, я работаю с 2009 года. Основные курсы, которые вы у меня закончили, это теория и практика бухгалтерского учета. Это был мой основной курс, который, наверное, я выпустила более 6 тысяч специалистов, которые усердно писали, чтобы я перевела 1С. Поэтому 4,5 года, конечно, я веду уже направление 1С. Есть у меня непростой курс, который веду только я. Это бухгалтерский учет бюджетных учреждений. Вот если мы с вами попадем в бюджет, значит, придется пойти в такой маленький курс. Семинар у нас с вами предназначен для знакомства с программой. Ну а курс, сам теперь я характеризую курс, предназначен для подготовки бухгалтеров расчетной группы. Но курс, он в основном, я говорю, что он больше для начинающих создан. Он создан на нулевой базе, первый уровень, что вы просто так познакомились с заработной платой, освоили основные элементы его и внедрили какие-то такие сложные элементы, чтобы пойти на второй уровень. Сам курс, он длится 20 часов. 52 часа считается самостоятельной работой. В чем заключается самостоятельная работа? Просто в этом плане или после занятий, или до занятий, допустим, слушатели приходят на занятия и начинают повторять все то же самое, что делают они во время аудиторных занятий. Первый уровень, чтобы если кто у меня еще не ходил на него, всегда помнили, что 8 часов этого курса первого уровня затрагивается кадровый учет. И поэтому, чтобы вы на это были настроены, потому что база нулевая, и вы должны просто настроиться, что нам нужно заполнить все данные сотрудников целых 8 человек. Поэтому объем достаточно большой. А так я могу сказать, вы проходите настройку программы, заполняете справочники должности, подразделения, работаете со штатным расписанием, то есть изменения штатного расписания у вас есть, и прием на работу. Вот это часть кадрового учета. Потом вы переходите в простой расчет зарплаты, и вы должны, я буду вам показывать программу, отработать именно 5 этапов начисления зарплаты, но по каждому месяцу. А затем вам добавляются такие маленькие фрагменты из сложного. Вот видите, там занят работа на время, кадровое перемещение, кадровые переводы, договора ГПХ, в которых тоже есть особенности, больничные премии отпуска, командировки. Удержания на протяжении всего курса, они все равно есть. И плюс, наверное, первого уровня, то есть у вас, просто вы здесь смотрите именно бухгалтерскую отчетность, именно форму РСВ-1, а в дальнейшем это будет расчет страховых взносов, потому что программы еще не обновлены. Плюс форму 4 ФССМ. Это обязательно как бы требование первого уровня. Цель курса, то, что я вам сказала, это просто познакомиться с самой программой 3.1, сейчас уже на 3.1 она ничем не отличается, а 3.0. Целевая подготовка у нас с вами какая, то есть, ну, в основном для подготовки расчетной группы, то есть он предназначен. По окончанию курса, ну, я считаю, что можно основные элементы вы будете здесь хорошо знать, работать со справочника, знать, где кадровые работники допустили, допустим, ошибку, чтобы их обязательно проверить или посоветовать, что нужно сделать. И формировать просто отчетность. Это наша целевая. Приобретаем мы навыки. Но мне самое главное, вот, нужна предварительная подготовка, чтобы вы прошли или теорию бухгалтерского учета 2007-2017 года, или, допустим, расчеты с персоналом по оплате труда. Так, с точки зрения программ, допустим, Word, Excel, то есть, ну, я бы сказала, это не так важно, хотя в предребованную подготовку вроде они заложены. Самое главное, что вы хорошо ориентировались на клавиатуре. Это вот я точно могу сказать, это надо. То есть именно, может, бывает иногда минусы в группах. Ну, вот я показала стрелочку, где находится наша зарплата, он, видите, то есть в направлении, поэтому есть у нас еще и второй уровень, и мы можем всегда это увидеть. А по окончанию курса вам выдают, во-первых, свидетельство фирмы 1С, потому что он сертифицированный курс. Плюс, если вы предоставляете дипломы окончания, то есть среднепрофессионального и высшего образования, ну, тогда удостоверение повышения квалификации. Плюс, сертификат в электронном виде на иностранном языке. А мы с вами начнем работать с программой. Первоначальная пока на экран. Смотрите, почему? Потому что, когда вы покупаете программу, то есть я ее сразу загрузила, она будет с начальной странички, у вас ее там нету в компьютерах. Поэтому, если вы только ее купили, установили, настройки обязательно вы должны пройти, не забудьте. И себе пометьте, прямо особенно бухгалтера, обращаюсь больше к бухгалтерам, потому что лучше всего, чтобы вы мне первые прошли. Все полные настройки, прямо потом будете говорить там далее, вот доходить. И как только дойдете до последнего окна, то есть он у вас будет завершить ввод данных, и вы завершаете. На этом этапе начальной настройки у вас завершатся. Ну а я, то есть вам, то есть покажу, просто уже заполнены, потому что у нас все-таки с вами не сильно много времени для того, чтобы показать абсолютно все. Единственное, вариант, то есть скажу. Если вы, допустим, то есть работаете уже в базе, вы устроились на работу, а начальная настройка кто-то за вас прошел, я вам советую. Вы самое главное, сделайте путь, самый первый в программе, если вы только приступили к работе. Ваш раздел будет «Настройка», находите, где у вас написано «Кадровый учет», «Кадровый учет», прям «Настройка», «Кадровый учет». Открываете, то есть ваше окно, то есть проверяете, все ли настройки у вас проставлены здесь, абсолютно все то, что нужно. Если необходимо, печатная форма, сейчас не буду нажимать, потому что она долго думает, «Настройки кадрового учета», можно всегда распечатать. Это первый этап проверки. Второй этап проверки я бы хотела всегда, чтобы вы подошли, настройка, расчет зарплаты, потому что это для нас самый-самый главный элемент. И обязательно проверили, везде ли проставлены галочки, от этого зависит ваш документ при начислении зарплаты. Поэтому нужно проверить, то есть нужно ли добавить какие-то элементы. Вон, видите, на первом уровне мы не используем займы, поэтому они у вас отсутствуют. Так, проверили, допустим, галочки. И вот еще одна синенькая ссылочка есть «Настройка состава начисления и удержания». Настройка состава начисления и удержания. Все посмотрели, да? Ваши закладки должны быть проверены по «Часовая оплата», «Отпуска». Вы должны обязательно проверить, если у вас есть учебные отпуска. То есть тогда вы должны обязательно посмотреть, проставить галочки. Учет отсутствия. Видите, здесь командировки, простое, отгула. От этого зависит просто ваши документы. Затем закладка «Прочие начисления». Там же, то есть куда входят у нас с вами надбавка за вредность. Вот у нас с вами бывают практики совмещения. Вот видите, варианты есть тоже, то есть проставить. Доплата, если по согласно коллективного договора у вас есть доплаты до среднего, тогда будете использовать ниже ваш документ. И то есть материальная просто помощь. И последняя закладочка – это удержание. Здесь у нас с вами удержание по исполнительным документам. Если у вас конкретно есть профсоюзные взносы, значит, будете проставлять галочку. И не забудьте обязательно, что программа это запомнила. Применить и закрыть. Это главный элемент или программа. То есть у вас не будет запоминать ваши элементы, чтобы вы могли использовать. И она закроет вам окно. Вот это первое, что нужно сделать. И вот все закладочки я просто закрою. А теперь вот последовательность, потому что после этого вы должны сделать этап кадрового учета. Поэтому вы идете в раздел настройки. Заходим в предприятие, реквизиты, организации обязательно. Проверяем, то есть все ли заполнено у нас по реквизитам в данных. Поэтому если ваше подразделение, допустим, обособлено, он, видите, внизу есть данные. Тогда, то есть вы должны сказать, допустим, что у организации есть обособленные филиалы. Если вы работаете в обособленном, значит, заполняете также название. А внизу ставите, то есть галочку, что это ваше обособленное подразделение. Все, элементы у вас уже появляются. Очень часто ошибки, вот могу сразу сказать, если ваш реестр по НДФЛ не заполняется, потому что главная ошибка, это вот здесь у меня в группах уже несколько раз были такие элементы, значит, проверьте, сразу идете в организации, проверьте, заполнили ли вы ли сведения налоговой инспекции. Потому что это самый главный элемент, почему он пустой у вас получается. Вы его не заполнили, поэтому вы должны его восстановить себе. Поэтому не забывайте, я уж так в ходе, чтобы мы не забывали. Потом основные сведения, закладочка. На этом этапе график работает, так как сотрудники у вас работают. Разное количество графиков, поэтому вы стараетесь, то есть в этом плане, не заполнять вариант. Затем идете адреса телефона. Если кто удаленно работает, может, раз вебинаристы у меня есть, они могут работать. Вот он ваш районный коэффициент, где указывается. Или в настройках сразу, или потом вот в реквизитах организации. Затем вы переходите адреса и телефоны и заносите свой адрес. Но в программе, в отличие от предыдущих вариантов, которые были до этого, в последних релизах, справочник филос, он уже загружен. Вы просто набираете, просто вот я сейчас для примера вам приведу, она уже, то есть видите, открывает список, и вы отсюда выбираете. Вам не надо его предварительно, допустим, загружать где-то. То есть он уже маленький, но есть. Если вы будете видеть, что она не находит, тогда надо будет загрузить. И с сайта налог.ру загружаете справочник, фиас называется. И он у вас попадает сюда. Затем то же самое, то есть у нас с вами фактический адрес, также тот же путь и почтовый. Но не забывайте, телефон, факс, электрон, вы должны все заполнить. Затем переходите в коды. Это и статистики, кто еще не знает. Открываете сведения статистики, сюда все заполнили. Следующая закладка у нас фонды. И вы заполняете все реквизиты по фондам. И осталась последняя, учетная политика. На первом этапе вы заходите в учетную политику. Она вам ее открывает, учетную политику. Вы выбираете вид тарифа, хоть и на страховые взносы вам все равно нужно будет ее выбрать УСН. Но вот когда вы зарегистрировались, допустим, в варианты, здесь же он, видите, внизу. Ставка от несчастных случаев профзаболевания, вот здесь внизу заполняется. Записали, да, учетную политику. Обязательно идете в оценочные обязательства. Но резервы, просто в программе курса просто сделано каким образом? Что у вас даны данные. А вы должны мне за год рассчитать процент резерва и определить сумму за предыдущий год. И после этого только вы сюда его заносите. Потому что там просто данные. А так, конечно, бухгалтерский налоговый учет обязательно. Называется оценочные обязательства этот вариант. Затем идете в бухгалтерский налоговый учет и выплаты зарплаты. Ну, кто впервые встречается с программой зарплаты, ну, особенно 3.0, если работали в других программах, ну, здесь есть один минус, корреспонденции здесь нет. Счет субконта вы заносите сами, самостоятельно. Вот через показать все, создать и записываете просто дебет такого-то счета, кредит такого-то счета. И потом будете просто его выбирать. Таким вот образом заносится операция. Все счета бухгалтерского учета попадают после того, как вы выгружаете в один из бухгалтерий, и она отражается на счетах бухгалтерского учета. Но в первом уровне это не используется, это изучается на втором уровне. Поэтому сразу ориентируйтесь, какой элемент вам больше, то есть нужен именно по программе курса. То есть это у нас бухучет. Ну, скажу сразу, чтобы нам тоже не возвращаться. Вот воинский учет, здесь есть уникальный вариант с точки зрения кадрового учета. Допустим, приказ об организации воинского учета. Появляется он, видите, готовый приказ, который вы используете. Ну, отредактировали, распечатали. Видите, как замечательно для кадрового учета. План работы тоже. Он создан в программе, уже присоединен, поэтому они у вас есть. Ну, воинский учет я закрою. И вот ответственные лица, вот как подсказку, то есть скажу для всех, если вы видите, что в вашей печатной форме не записывает программа расшифровку подписи, ошибка только в ответственных лицах. То есть, значит, вы должны вернуться мне в организацию, закладку «Учетная политика», ссылочка «Ответственные лица», и вы их заполняете, вот как вот здесь, для образца. Кто руководитель, главный бухгалтер, кассир и кадровая служба. Внизу, то есть всегда у нас с вами есть история из того момента, как вы его поставили на учет. Ну, вот таким образом расшифровка будет связана с ответственными лицами, поэтому не забываем. И после этого, как только вы все проверили, вы говорите «Записать и закрыть». Потом идете настройка, второй, следующий ваш этап – подразделение. Проверяете, все ли у вас подразделения занесены через «Создать». Здесь ничего сложного просто нет. Сделали подразделение. Теперь настройка «Должности». Ну, «Должности» можно через «Создать», кто еще не заполнял. А вообще используется подбор из УКПДР, то есть общероссийский классификатор именно должностей. Единственный элемент, скажу, то есть, который в группе я всегда говорю, потому что есть здесь ошибки. Во-первых, когда вы его открываете, не забывайте, я так, запрет вам, наверное, ставлю на эти кнопки, вы не должны никогда нажимать «Выбрать» или «Загрузить все». А работают классификатором каким образом? Вы открываете список, она вам их раскрывает. Ну, интернет-поддержку она на протяжении всего, то есть, если будет открывать, вы ее закроете. Вы делаете прям графу наименование и набираете очень быстренько, допустим, вам нужен бухгалтер. И двойным шелчком его выбираете. Ну, просто она серого цвета, она уже выбрана, поэтому она уже у вас в списке есть. И он попадает у вас в только список. Поэтому не забывайте, список выделяем наименование, набираем на клавиатуре несколько букв. И все, то есть, у нас с вами запишется. Но в связи с профстандартными, если в классификаторе все-таки название не соответствует с вашим названием в практике, значит, через «Создать». Или, допустим, выбрали из классификатора, открыли эту строчку и исправили. Всегда можно просто исправить. Это вот классификатор у нас с вами должности, которая есть. Затем, после того, как вы должности прошли, следующий ваш этап – это графики работы. Ну, на примере мы откроем вот один какой-нибудь, особенно вот здесь, два через два, самый распространенный, который используется тоже вахтовым методом. А так, когда вы заходите в графики, не забывайте создать, откроется вот такое окно. Наименование пишите, название графика, год проверяете, в котором вы работаете, и идете в ссылку синенькую «Изменить свойства графика». Вот она, видите, синенькая. Вы ее открываете и проверяете. Если у вас пятидневка, шестидневка, верхняя строчка. Если у вас сменные графики, как вот я для фрагмента открыла, значит, вы должны точку поставить «Сменные графики». Обязательно суммированный. Таблица расписания всегда заполняется вручную. Вручную она заполняется через кнопочку «Добавить». И здесь же вы добавляете, сколько за смену он отрабатывает, и ваши, то есть, пустые строчки, то есть, которые выходными днями считаются. Ну, вот я вам для примера покажу вот сейчас, допустим. Если, допустим, я как кадровый сотрудник забыла, то есть, сказать ей, что у ней выходной день есть, я поставила только две строчки работы. Окей. Видите, что в программе происходит? Она показывает, что она мне каждый день работает по 11 часов, а это неправильно. Поэтому нужно обязательно добавить две пустых строчек. Тогда она только правильно занесет, что у нее два дня работы, два дня отдыхает. Графики потом попадают в штатное расписание, и графики потом влияют на наше начисление зарплаты. Поэтому графики у кадровых сотрудников должны заполниться абсолютно правильно. Поэтому не забываем. Это графики работы. Затем вот самое сложное, наверное, все-таки покажу. Вот графики работы, потому что очень много, то есть, вариантов есть. То есть, именно сутки трое. Здесь очень такой элемент, то есть, я бы назвала его, ну, то есть, ложный. Во-первых, всегда помните, что с 8 утра до 22 часов, это называется дневные часы. С 22 часов до 24 часов, не до утра, а до 24, это называется ночные часы. Затем 00 часов до 6 утра, это будет ночная смена. Видите, здесь 6 часов стоит. И потом только с 6 утра до 8, это дневные часы, 2 часа. И лучше всего, если у вас много смен, я вам советую просто-напросто, помните о том, что вот лучше исправить дату. Не внедритесь вы в график, это очень сложно посчитать, там сбиваются просто сотрудники. Но в этом случае, вот видите, у меня всего две строчки. Почему две? Потому что во второй строчке, когда он заканчивает работу в 8 утра, у него это выходной уже день. Он ушел с работы в 8 утра. И поэтому приходится добавить только две пустых. Все. И они у вас появятся здесь. И поставили дату, когда он начинает у вас работу. И все отразится. Здесь же программа, видите, явки ночную, и то есть дневную сразу доставит. Поэтому очень замечательный элемент, который у нас сутки трое. Ну, хотя я не желаю, чтобы их было у вас очень много. После того, как вы с графиками поработали, вы идете в прием на работу. А для них штатное расписание. Где оно находится? Кадры. Найдите штатное расписание. Это ваш следующий этап. На первом этапе у меня, конечно, заполнены в базе, чтобы мы с вами немножко и зарплаты вам показала. Всегда, вот как только вы зашли в штатное расписание, идете вправо. Документы, изменившие штатное расписание. Если штатное расписание уже у вас заполнено, значит, то есть нужно его отменить. Правая кнопка мышки «Отменить», если вы где-то хотите исправить. Потому что сейчас оно мне не изменит, потому что в курсе было заполнено очень много элементов. А так вот правую кнопку мышки, то есть сказали «Отменить» и дошли. Вот видите, она мне уже блокирует, потому что невозможно, мы это использовали. А я вам открою первый, когда вы первый раз создаете. То есть здесь вот я вам советую. Во-первых, проверяйте всегда шапочку. Потому что я вам элемент скажу. Если вы, допустим, вверху ошиблись месяц, начинаете заполнять штатное расписание, а потом увидели, что вы месяц отразили не тот, соответственно, происходит что? Вы меняете дату, она вам разрешает дату, но она обнуляет вашу табличку. И вам приходится делать это все заново. Поэтому ваша задача. Вначале шапочка штатного расписания проверили, а потом через «Добавить позицию» сделали все это. Поэтому в этом плане не забывайте. Пока не заполните полностью штатного расписания, не выходите. Утверждение штатного расписания. Здесь у нас с вами есть один элемент, то есть который называется «Печать». Найдите. То есть вот элемент, то есть ваш. Здесь есть приказ об утверждении. Вы можете его всегда открыть и посмотреть, как он у вас выглядит. Вот это наш приказ с вами. Готовый. Распечатали. И здесь же есть печать. Печать штатное расписание Т3. И оно у вас готово. Но так как ответственные лица у меня уже заведены, то есть вот здесь я вижу, что просто не заполняли ответственность, что они просто не заполнены, не получились. А так они должны быть. И закрываете на кресень. Потому что на 1 января ответственные позже заполнялись, поэтому может быть и нет. Затем, то есть как только ваш оклад меняется, или допустим штатная штатная единица, главный элемент у нас с вами. То есть главный элемент, то есть вот допустим, если одна штатная единица, я не буду делать вместе с вами, изменить текущее штатное расписание. Если меняется несколько штатных единиц, тогда идете через утвердить новое штатное расписание. И оно у вас создается. Такой вот наш с вами элемент. После того, как штатные сотрудники, штатное расписание у нас готово, мы с вами идем, то есть прием на работу. То есть заполняете сотрудников. Кадры, сотрудники. Кадры, сотрудники. Говорите создать, создать. Заполняете фамилии, имя, отчество, дата рождения, НННС, НИЛС. А затем, то есть идете вверх, говорите оформить документ, прием на работу. Ну, у нас принят на работу, поэтому ссылочки нет. И попадаете просто в окно. То есть приема на работу, я его просто дополнительно открою. Кадры приема на работу. Найдем нашего Иванова. Здесь у нас в момент 3 заполняется, 3 закладки. Главное, оплата труда, трудовой договор. Вот как здесь у меня на экране. То есть ставите дату приема на работу. В оплате труда вы ничего не заполняете, за исключением строчки, аванс. Или за первую половину, то есть месяца, то есть как здесь есть вариант. Или, допустим, как мы на курсе, у нас по условию просто фиксированная сумма. Мы определяем от 100 тысяч 40% записали аванс. И он у вас записался. Здесь отсюда попадает аванс. Трудовой договор. Я вам советую просто для всех, то есть всегда помните, что у нас с вами, то есть кнопочка есть назначить. Чтобы если где-то есть ошибки и сбои, она следующий присвоит номер. Или где-то вы нашли ошибку, нашли последний номер, установили, она дальше будет в порядке хронологии их присваивать. Здесь же есть у вас печать также. И там есть приказ о приеме на работу. Вы его распечатали. Вот он, видите, он готовый. И кадровый сотрудник передает нам, да, с вами в бухгалтерию уже, в расчетную группу. Он появится. Здесь же где печать, то есть так как сейчас данные уже заполнены, можно посмотреть. Трудовой договор есть. Но его лучше заполнять и распечатать после того, как вы все данные на него заполнили. Шаблон есть. Но если он отличается в практике от шаблона типового в программе, лучше передать это нашим программистам. Ну, видите, данные здесь занесены, поэтому адреса подписи, видите, уже полностью здесь уже есть. Такой вот трудовой договор у нас с вами. И после этого говорите провести и закрыть. Но когда вы впервые заполняете, вы возвращаетесь в сотрудника. Сейчас наша программа подумает. То есть и вы попадаете в сотрудника. Теперь для всех, так как база у меня заполнена, вы заполняете личные данные ссылку, личные данные, то есть паспортные данные, место рождения здесь все. После этого, как вы заполнили, идете образование. Ну, вот сам принцип я вам покажу. Открою окно через изменить, чтобы вы видели, как это выглядит. Здесь вот выбирается вид образования. Видите? Учебное заведение заполняется вручную. Ну, здесь вот слушатель ошибся, вон, видите, в тексте. То есть поэтому мы сейчас ему подкорректируем здесь. Ломоносова, скажем. Где, то есть, заполняется, запомнили, учебное заведение вручную, и ставится период обучения. Теперь специальность, где заводятся специальности. Понятно, что у меня здесь они уже заведены. В панели инструмента ваша кнопочка «Подбор из Аксо». Вот она, видите? Вы ее открываете. Открывается ваш список всех ваших образований. И открываете ту буковку, которую вам нужно. Ну, для примера, допустим. Открываем экономику управления. Затем экономика. Вот мы здесь уже выбирали. Вот как раз, видите, там, бухгалтерский учет, анализ, аудит. Раз он серого цвета, он, конечно, уже выбран по списку. И вы двойным шелчком, ну, давайте вот финансовый кредит я еще раз выберу, чтобы вы видели. То есть, вы выбираете его. Он попадает у вас в список. Ну, вот я финансовый кредит выбрала, видите, он сюда попал. Все из «Подбор из Аксо». То есть, открыли удостоверение, то есть, именно дипломы посмотрели, идете «Подбор из Аксо». Это образование. Здесь же пишется основание. И здесь же пишется диплом, серия, номер и дата выдачи. Все. Языки, знания языков, вот здесь внизу. Владение языками, через ссылочку «Изменить». Открываете, выбираете, допустим, «Добавить», там сказали. Показать все. И опять же, подбирается «Подбор из Акин». Вон, видите, вверху классификатор. Вы его открываете и выбираете, то есть, какой-то другой язык, который необходим, то есть, вам. Ну, допустим, давайте какой-нибудь выберем. То есть, для интереса, что он у нас знает его. Русский суда не заполняется. Поэтому в этом плане, понятно, что наша Российская Федерация, поэтому в этом, я вот японский, то есть, вам выберу здесь. Он появляется в список «Подбор из Акин». И выбрали, допустим. То есть, и как он его знает, владеет свободно или может объясняться. Часто спрашивают, а если он не владеет. Я всегда в группах говорю, то есть, существовало испокон веков. То есть, пока кадровый учет существует, читает и переводится словарем. В любом учреждении изучают это языки. Если действительно сотрудник не знает, значит, просто не заполняйте. Потому что нет такого варианта. А добавить вы сюда не сможете, в тройку. Здесь нет варианта добавить, то есть, еще один элемент степени знания. Поэтому тогда не заполняем. Что такое, ситуация у вас происходит. И скажете, записать и закрыть. Видите, она 2, я выбрала. Она уже 2 сюда записала. Сразу наглядно видно. Ну и скажем, окей. Затем идете «Семья». Состоит здесь состав семьи. Да, это конфиденциальная информация, но тем не менее. То есть, если вы составляете список, допустим, по... То есть, детей до 14 лет, тогда стоит заполнить. А тогда по усмотрению. Трудовая деятельность ссылка идет. Заполняется 2 строчки. Общий стаж и страховой. Нажимаете просто вот где у вас, нажмите, чтобы заполнить. Она открывает вот такое окно. Я просто для информации скажу. Вот здесь дата ставится. Дата приема в вашу компанию. А затем по трудовой книжке считается стаж. И заполняется вот как здесь. 18, 88. Все. Появилась трудовая у вас. Ну и последний элемент, то есть, который вам нужен налог на доходы. Вы, допустим, говорите, то есть, заявление новое. Я исправить зайду, чтобы вы увидели. Ну, коды сейчас они поменялись уже. Сейчас у нас 114-го уже нет. Поэтому обновление базы уже нужно. То есть, делать обязательно, чтобы она выбрала тот код, который вам нужен. Потому что, то есть, справки 2 НДФЛ, то есть, уже вам нужно будет выбирать новые коды. Поэтому не забывайте. То есть, прям, то есть, вот, то есть, сейчас вот я выйду. То есть, НДФЛ, налог на доходы, ссылочка. Или, допустим, идете налоги-взносы, налоги-взносы, заявление на вычете, еще один элемент. Вы туда же попадете просто. В заявлении. Если у него есть дети, значит, то есть, заполняете. Ну, и кадровые сотрудники должны заполнить воинский учет. Вот все элементы, которые необходимо заполнить именно по сотруднику. Как только заполняются сотрудники, в отличие от других конфигураций, она заполняет и справочники. Вот сейчас сами зайдите. Кадры, то есть, найдите, то есть, физические лица. Давайте найдем, то есть, справочник, физические лица. И они попадают прямо сюда, одновременно. Заполняем справочники, попадаете в физические лица. После того, как мы приняли на работу, то есть, мы с вами можем пойти на числение, простое начисление зарплаты. Ну, а теперь вот самое главное, то есть, элемент, который мы успеем только посмотреть. Вы должны отработать пять элементов, пять этапов начисления зарплаты. Первый, пока можете записать. Это начисление зарплаты, потом я вам быстро покажу. Начисление зарплаты. Второй этап ваш должен быть выплата из кассы или в банк, допустим, у вас идет. Это второй этап у вас должен быть начисление зарплаты. Третий, уплата страховых взносов. Уплата страховых взносов. Четвертый этап, отражение зарплаты в бухучете. И пятый, начисление оценочных обязательств по отпускам. Вот эти пять этапов у вас должны происходить каждый месяц, когда вы начисляете зарплату. Какие бы сложные элементы вы не добавляете, там, больничные, командировки, и сразу делаете. Но еще нулевой этап, наверное, перед начислением у вас должен быть табель, потому что в программе табель не влияет на заполнение, но вы должны его заполнить. У табеля есть два пути, где его найти. Первый – это зарплата, отчеты по зарплате. Отчеты по зарплате. Заходим. То есть идете, смотрите, где у вас табель, находите табель, то есть именно наш с вами. Давайте найдем учет времени, табель учета рабочего времени. Т-13. Установили дату 1 января по 31 января. Выбрали организацию и сказали сформировать. Это через отчеты. Но в отчетах, то есть табель, он формируется немножко дольше. Первый его минус. Во-вторых, для работы, то есть очень важно, что вы его, то есть именно здесь номер, у вас, видите, он отсутствует. Значит, вы его будете вручную корректировать. Это второй вариант, то есть именно минусов. Но есть второй вариант, как создать просто табель. Я считаю его самым уникальным, это мое мнение. Где он у вас находится? Раздел зарплата. Под раздел учет времени табели. Открываете. Ну, он у меня уже создан, поэтому я его открою. А так вы говорите создать. Выбираете месяц. Дату она уже запомнит. Говорите заполнить первый ваш этап. Потом провести. И форма Т-13 вы его создаете. Ну, уникальность этого табеля. Здесь есть номер, есть дата, которая у вас попадает. Что внизу попали расшифровки. Вот видите, здесь вроде как есть. Ну, они уже есть здесь. Расшифровки. Где можно для табеля сделать подписи расшифровок. Когда вы его заполняете, прямо внизу вот здесь, видите, то есть ссылочка зелененькая. Подписи и директор. Вы ее открываете и сюда заполняете. И она тогда, то есть после того, как скажете провести, печатная форма у вас получается. Это табель у нас. А после этого вы идете в начисление зарплаты. То есть зарплата, начисление зарплаты. Скажете создать, начисление. Я в январь зайду. Установили месяц, дату. Сказали заполнить. Она заполнит. По всем вашим сотрудникам. Нам только останется просто с вами проверить. Не забывайте. Всех ваших сотрудников. Ну, вот, допустим, Чичиков у него. Смотрите, он охранник у нас сутки трое. Вот у него доплата. Вот сейчас специально вам покажу. Видите, по окладу есть. То есть доплата в праздничное дневное время, ночное время. То есть еще одна строчка. Видите, праздничные выходные дни. Особенно проверяйте вторую. Вот до начисления иногда программа, то есть здесь делает просто ошибки, заполняет, допустим, красным. Если она вам заполнила красным шрифтом и черным здесь же, это получается все равно ноль. Это не страшно. А вот если только одним шрифтом, там, черным или красным, значит, нужно где-то или перепровести, заново заполнить, или, то есть пойти в другие элементы. Здесь же вот НДФЛ у вас есть, закладочка и взносы. И она посчитает все ваши взносы. Это ваш первый этап начисления зарплаты. Второй этап, то, что я вам сказала, это раздел выплаты называется. Раздел выплаты. Ведомости в кассу. Потому что на занятиях мы делаем ведомость в кассу, потому что у нас с вами нет элементов банк. А так здесь вариант есть. Ну, на курсе, конечно, это не проходит. Ну, вот откроем, то есть наш первый, то есть вариант, который мы заполняем на курсе. У вас месяц выбирается, дата, срок выплаты. И говорите просто заполнить. Для того, чтобы печать реестр НДФЛ заполнился, нужно спуститься в подвал вот здесь. То есть у нас с вами выплата, зарплата и перечисление. Это подвал документа называется. То есть и, соответственно, заполнить, когда вы перечисляете НДФЛ. Вот видите, там номер 22, от 5-го, 0-го, да, изображение. Опять же, вот сейчас, вот смотрите, я скажу провести вам еще одно реестр. Здесь она вам заполнила, видите. Ну, если я вот, допустим, ошиблась, как расчетная группа, и все-таки ставлю вот пробел, то есть иногда бывают сбои, он у нас пустой. Как бы две ошибки, может быть, когда он не заполняет. Или вы внизу пробел поставили, а нужно без пробелов заполнять. Или вот то, что я вам специально сказала сразу, то есть в учетной политике у вас не заполнены реквизиты. Могут быть только две ошибки. Поэтому для себя всегда помните. Это выплаты. Здесь же в печатной форме у вас есть платежная ведомость Т-53 или расчетная ведомость Т-49. Это то, что касается второго этапа. Третий этап. Вы идете в раздел налоги и взносы и находите уплату страховых взносов фонды. И начинаете заполнять через создание. Пенсионный фонд по порядку. Но сумма программа не берет сюда. Они берутся из-за, то есть именно отчета. Поэтому первоначально, как только вы идете в уплату страховых взносов, вы мне должны пойти. Налоги и взносы. Отчеты по налогам и взносам она должна вам открыть. Можно два элемента использовать. Анализ взносов фонды. Или напротив, вот налоги и взносы кратко. Любой из этих документов. Устанавливаете период. И говорите сформировать. Суммы придется брать отсюда. Но предварительно их проверить. То есть как бы другими вариантами. Вы их скопировали. Идете, то есть обязательно в уплату. И сюда заносите. Программа не берет сумму пока. Может быть после всех других обновлений уже будет сюда записываться. Пока приходится копировать и вставлять документы. Это уплата страховых взносов. Единственное, я хочу сказать, вот по фонду социального страхования, если пенсионный вам не нужно дата, то вот здесь нужна дата. Дата, номер платежного поручения. Значит у кассира спрашиваем, сюда заносим номер. То есть почему? Потому что когда она формирует, если отчетность вы отсюда распечатываете, ей нужна вот эта строчка заполнения оплаты. То есть а там пишется номер платежного поручения и дата. И они сюда попадут у вас. Это уплата, это третий этап. Как только вы его сделали и проверили все, вы идете, то есть в отражение, в четвертый этап. То есть зарплата, отражение зарплаты в бухучете. Говорите создать. Создать. Но не забывайте, устанавливайте месяц. Дата должна быть последний день отчетного месяца. Ну как вот у меня сейчас. 31 января. Говорите просто заполнить. И она заполнит все элементы ваши. Ну конкретно вот здесь смотрите. И способ отражения попадает. Суммы. Все взносы сразу туда попали. Она заполняет это сама. Здесь же начисленный НДФЛ есть. Если есть удержание зарплаты, значит они у вас будут. Ну здесь уже попали алименты просто. Печатной формы здесь нет. То есть отражение зарплаты для чего оно нужно? Когда вы будете выгружать в один из бухгалтерию, она, то есть все эти операции туда будут плавно ложить просто на счета бухгалтерского учета. Поэтому четвертый этап не забывай. Ну это пятый. То есть у нас с вами этап, который у нас идет с вами налоги. То есть зарплата называется начисление оценочных обязательств по отпускам. Это первый, пятый этап, последний. Откроем январь. А я вам скажу как он заполняется. Ставится месяц. Дата последнее число месяца. И вы также говорите заполнить. Коэффициент она возьмет из ваших настроек, реквизиты предприятия. И заполнить все ваши данные. Ну давайте я еще раз нажму, чтобы вы у меня использовали. Да. И она попадет. Она отразит на счетах бухгалтерского учета. Возьмет 8% от всех вашей зарплаты. И это будет ваше оценочное обязательство, то есть резервы предстоящих расходов. Ну вот такой у нас элемент. То есть еще один элемент, который я в заключении вам просто покажу. Просто в программе, вот допустим остатки по счетам, то есть остатки по отпускам, он отсутствует. Потому что если вы зайдете кадры, смотри так же, их нет. Что вам для этого нужно сделать, какой путь, если вам они нужны, потому что мы уже завершаем. То есть идете в главное меню, первый ваш этап, сервис, параметры. Можете даже записать. Ну у нас все сделано, поэтому мы только посмотрим. Главное меню, сервис, параметры, кто пишет у меня. Проставить надо галочку «Отображать команду все функции». Затем скажете «Окей». Отображать команду все функции. После этого в главном меню у вас появилась строчка «Все функции». Вы ее открываете. Она откроет вам вот такой список. Вы открываете документы, вот здесь плюсик. И говорите, то есть именно вам нужно, то есть именно остатки, то есть найти документы. Вот остатков отпусков. Вот он, видите, он внутри базы находится. И она открывает вам остатки отпусков. И вы сюда в конце года их заносите. Просто если особенно на начало, только начинаете работать с программой. Потом она уже заберет. Единственное, то есть вариант, сразу скажу, дата остатков совпадает с колонкой «Рабочий год окончания последний». Потому что они должны совпадать. Для того, чтобы, ну, допустим, очень быстрее это находить, я вам советую, что сделать. Вот у нас с вами звездочка обозначается «Избранная». Вы как бы ее выделяете, она восстановится, то есть желтый цвет. И когда вы нажимаете, просто даже если я не зайду в отпуска, буду находиться хоть где. И если вы нажмете звездочку, она вам откроет просто список. И вы напрямую уже можете отсюда уже зайти сюда. И вам не нужно делать вот такой длинный путь именно по программе. Поэтому вот этот элемент можете использовать для себя. Особенно если в те документы очень часто заходите, не забывайте. «Избранная». То есть вы открываете, то есть и его используете. Ну, на этом вот мы сейчас будем завершать нашу с вами, то есть наш семинар. Единственное, хочу только пригласить те, которые у меня еще не были на курсе. Моя группа будет 18 февраля, это будет суббота. То есть единственное до полчетвертого занятия, чтобы вы могли пообщаться. То есть программа. Но всегда помните в программе, всегда абсолютно, что, то есть пока вы все элементы отсутствия сотрудника не завели, вы у меня в начисление зарплаты не идете. Потому что вы должны все отсутствие его, командировки, больничные, простые какие-то, отгулы провести. А потом идете в начисление, потому что в самом курсе это просто знакомство. Вы как бы отработали пять этапов, вот то, что мы сейчас с вами прошли, а потом добавляете просто сложные элементы. И я вам показываю именно, то есть как они попадают именно в отчетность. Сами отчеты, они где у вас находятся? Это первое, кадры, кадровые отчеты. Я не буду показывать хотя бы где это находится. Вот они, видите, кадровые отчеты. И в зарплате, зарплата, отчеты по зарплате. Они у вас здесь все есть. И всегда любой элемент можете просто открыть и посмотреть. То есть создать свои отчеты. Ну на этом мы с вами завершаем всем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...